Добрый день, дорогие коллеги! Сегодня у нас для общения с вами избран достаточно новый формат, учитывая, что мы с Натальей Михайловной, в общем, являемся активными сторонниками аллергеноспецифической иммунотерапии. Я думаю, что это ни для кого не секрет. А также, учитывая, что с начала 2000-х годов и до настоящего времени нет такой недели, чтобы каждая из нас не хвалила аллергеноспецифическую иммунотерапию в каком-нибудь из своих выступлений. Я надеюсь, что вы понимаете, что позиции у нас консолидированы. Но, дабы эту позицию постараться аргументировать, может быть, более доступна, может быть, более интересна для вас, может быть, более увлекательна. Мы выбрали сегодня такой дискуссионный формат, распределив роли, в общем, как добрый и злой исследователь, если хотите, или, да, как скептик и сторонник, по сути, позиции по отношению к аллергеноспецифической иммунотерапии. Мне, как вы понимаете, досталась роль скептика, потому что это самая легкая роль, честно вам скажу. Общаясь с докторами, я понимаю всегда, задавать вопросы, сомневаться в ответах и ставить, в общем, под существенное недоверие то, что говорят, можно легко. И для этого большой доказательной базы не требуется. Поэтому я в этот раз буду сомневаться. А Наталья Михайловна взяла на себя тяжелую и благородную миссию все-таки донести до вас доказательно и убедительно, по крайней мере, ответы на те части эпопеи, которые мы вам на сегодня предложили, и которые разделили условно на три части, каждая из которых посвящена очень практическим вопросам. Итак, начнем мы с первого акта нашей граммы, с акта лирического, который будет посвящен, собственно, возможностям аллергеноспецифической иммунотерапии в профилактике бронхиальной астмы. Лирический акт, и вообще нечто лирическое, это то, что характеризуется состоянием или настроением, когда эмоциональный посыл преобладает над рассудочными доводами. Именно поэтому тот рот литературных произведений, которые, собственно, выражают чувства и переживания, то есть лирика, и был поставлен у нас с вами как образец в данном акте. Каждый врач, который лечит своего пациента, хочет, чтобы болезнь изменилась, как сказала Наталья Григорьевна в начале своего предыдущего романа, большинство пациентов выздоровеет, вне зависимости от того, что с ними делали врачи. Но мы же с вами точно знаем, что лечим пациентам, страдающим хроническими заболеваниями, что излечение на сегодняшний день от ЭГЕ-зависимой аллергии пока еще невозможно. Но мы очень хотим модифицировать эту болезнь и очень хотим доказать, что мы не только сейчас приносим пользу пациентам, но и имеем определенное перспективное воздействие, в частности, профилактического толка. А самое главное, это, собственно, альтернировать тот самый марш атопический, когда мы знаем, что все начинается с легкого, непродолжительного, а заканчивается, к сожалению, тяжелым и жизнеугрожающим. Итак, мы сейчас будем с вами обсуждать, о чем говорят клинические рекомендации по данному вопросу, возможно ли профилактика астмы, каковы стратегии существуют по профилактике и лечению астмы в настоящее время, ну и, соответственно, что нам говорят рандомизированные исследования. Международных клинических рекомендаций, посвященных аллергической иммунотерапии, великое множество. Нет такого национального или международного научного сообщества, работающего в сфере аллергологии, которое не высказалось бы на предмет аллергенспецифической иммунотерапии. И они основываются, безусловно, на хорошей доказательной базе. Есть эти рекомендации и на русском языке в нашей стране сформулированы. С 2013 года существуют клинические рекомендации по аллергенспецифической иммунотерапии, написанные Российской ассоциацией аллергологов-клинических иммунологов. Нас очень поддерживают педиатры, и на сайте Союза педиатров в России размещены клинические рекомендации, также посвященные аллергенспецифической иммунотерапии. Размещены на сайтах этих научных сообществ, а также респираторного общества, федеральные клинические рекомендации по лечению бронхиальной астмы. И что там написано про те методы, которые в том числе, в число которых входит аллергенспецифическая иммунотерапия. Там написано, что доказательств того, что не фармакологическими методами можно влиять на течение бронхиальной астмы, недостаточно. То есть, в переводе на русский доступный, не надо рассчитывать, что есть какое-то воздействие, что может изменить характер течения бронхиальной астмы. Перспективы первичной профилактики бронхиальной астмы освещаются в этих клинических рекомендациях тоже. И что здесь написано про аллергенспецифическую иммунотерапию? То, что с уровнем доказательности 2А для пациентов с аллергическим ринитом возможно предотвращение формирования бронхиальной астмы. Но, чтобы это утверждать еще с большим уровнем доказательности, необходимо дополнительное число исследований, которые будут посвящены, собственно, профилактике бронхиальной астмы к проведению аллергенспецифической иммунотерапии. И лишь последние рекомендации по лечению аллергического ринита у детей, которые были созданы федиатрами и аллергологами-иммунологами совместно, утверждают, что с умеренной, опять же, со средним уровнем доказательности, мы можем рассчитывать на предотвращение прогрессирования аллергических болезней, проводя аллергенспецифическую иммунотерапию пациентам с аллергическим ринитом и конвенциритом. И уж совсем вопрос не так разумный. Это очень лирически нами ожидаемое расширение спектра сенсибилизации. Действительно, мы знаем, что начиная с моносенсибилизация и незначительных проявлений, наши пациенты имеют дальнейший маршрут на формирование дополнительной сенсибилизации. Таким образом, аллергенспецифическая иммунотерапия – это необязательный метод лечения. Это тот метод лечения, который мы хотим, чтобы оказывал эти эффекты, но оказывает ли он, нам еще требуется в общем пояснение. Поэтому я передаю слово Наталье Михайловне, чтобы она ответила на вопрос, возможно ли профилактика бронхиальная. Спасибо, Наталья Михайловна. Я абсолютно должна развенчать все ваши сомнения. И все сомнения, которые возникли у наших коллег, я думаю, что мы абсолютно не согласны с Оксаной Михайловной. То есть мы не согласны. Не согласны с этим сценарием. То есть вот с тем, что вы представили, и я убеждена, что я докажу это совершенно. Итак, профилактика астмы с помощью аллергенспецифической иммунотерапии. Возможно ли это вообще? Давайте посмотрим. Ну, на самом деле, вот совсем недавно опубликован очень большой обзор и метаанализ. Причем этот обзор и метаанализ, который включил самые последние 32 больших исследования, рандомизированные исследования. И этот обзор подготовлен в рамках вообще, так сказать, подготовки большого гайдлайнда с аллергенспецифической иммунотерапией для терапии бронхиальной астмы. Итак, что же говорит этот метаанализ? Посмотрите. Имеющаяся доказательная база рандомизированных клинических исследований демонстрирует профилактические эффекты аллергенспецифической иммунотерапии. Однако, вот это очень важно. На самом деле, в этот анализ вошли исследования коллеги, которые вообще, так сказать, попытались лечить пациентов, не имеющих клинических проявлений, а только, так сказать, имеющие высокий риск. То есть, вообще, попытались посмотреть, аллергенспецифическая иммунотерапия может вообще предотвратить развитие любого аллергического заболевания. И вот здесь, конечно, так сказать, пока неоднозначный выбор, потому что результаты этих исследований действительно очень неоднозначны. А вот профилактика развития астмы была абсолютно убедительно доказана, особенно профилактика развития астмы у детей, страдающих аллергическим ринитом. Посмотрите, пожалуйста, вот эти исследования, и вы видите, что во всех исследованиях абсолютно по сравнению с фармакотерапией, с плацебо, было доказано пользу аллергенспецифической иммунотерапии в отношении профилактики развития астмы у детей с аллергическим ринитом и конъюнктивитом. Ну и посмотрите, вот это исследование, которое мы все с вами знаем, это знаменитая ПЭД-стази, это исследование, которое имеет 10-летний период наблюдения, когда детей с аллергическим ринитом и конъюнктивитом сезонным лечили аллергенами пыльцы, трав или березы. И вы видите, что уже и 10 лет наблюдали за этими детьми в отношении развития бронхиальной астмы в том числе. И вы видите, что уже через 3 года была показана достоверная разница по частоте возникновения астмы в группе пациентов, которые не получали аллергенспецифическую иммунотерапию и в группе больных, которые получали. Через 5 лет эта разница стала еще больше и, так сказать, через 10 лет на 45%. На 45% детей меньше развили бронхиальную астму в той группе, которая лечилась аллергенспецифической иммунотерапией. Абсолютно убедительно. То есть, да, действительно, практически в половину сокращение развития астмы, сокращение риска. Вот это исследование представлено иначе. Ну и посмотрите, и сублингвально, то исследование ПЭД касалось подкожной иммунотерапии. А вот сублингвальная иммунотерапия, тоже дети. Более короткий период наблюдения. Период наблюдения 3 года. Но, тем не менее, вы посмотрите, показано, что сублингвальная иммунотерапия, тоже пульцевыми аллергенами, у детей значительно, почти в 4 раза, в 3,8 раза сокращает развитие бронхиальной астмы по сравнению с детьми, которые получали только фармакотерапию. На основании только этих двух исследований мы можем с вами абсолютно убедительно сделать вывод, что аллергенспецифическая иммунотерапия в 2,5 раза сокращает риск развития бронхиальной астмы у детей, страдающих аллергическим риноком и неоксевидом. Но это 3 года, это 10 лет. Посмотрите, вот это старое достаточно исследование, но замечательное с 12-летним наблюдением. 12 лет наблюдали за детьми, за детьми, которые тоже имели пульцевую аллергию, которых пролечили аллергенов пульцидрат. И посмотрите, и в отношении развития новой сенсибилизации даже через 12 лет была статистически значимая разница. То есть те дети, которые лечились, даже через 12 лет имели существенно меньший, более узкий спектр сенсибилизации. И в отношении бронхиальной астмы, по крайней мере, на протяжении до 97-го года, то есть на протяжении 10 лет, вот уже потом была, так сказать, недостоверная разница, но и в отношении астмы тоже была показана достоверная разница по частоте развития астмы. И обратите внимание по симптому. Симптомы у этих детей, которые их пролечили 12 лет назад, они были существенно, и потребность медикаментов была существенно меньше в сезон цветения, причем это был выраженный сезон, вот, так сказать, тут показан уровень пульцидрат, существенно меньше по сравнению с теми детками, которые не получали аллергеноспецифическую иммунотерапию. То есть посмотрите, клинические, профилактические в отношении новой сенсибилизации и развития астмы эффекты аллергеноспецифической иммунотерапии сохраняются даже спустя 12 лет после ее окончания. То есть какой длительный период. То есть это не короткий период, это доливный период профилактической эффективности аллергеноспецифической иммунотерапии. Вы понимаете, это дети. У детей все как бы более пластично. Естественно, возникает вопрос, а у взрослых-то что будет? А у взрослых вот это большое исследование, которое было сделано в Германии. И это уже большие данные. Это такая вот, так сказать, действительно вот эта электронная система, электронная база данных медицинского страхования в Германии позволяет это проанализировать. И в Германии была проанализирована большая группа пациентов, 118 человек, которые на 2005 год, это взрослые, видите, средний возраст, 37 лет, которые имели аллергический риноконюнктивит, но которые не лечились аллергенами, не получали аллергеноспецифическую иммунотерапию, и не имели астмы. Но в 2006 году, части из этих, посмотрите, не очень большой части, 2%, только 2,5-2,4% пациентам начали аллергеноспецифическую иммунотерапию. И дальше 5 лет наблюдали за этой когортой всех пациентов, которых лечили осид и которых не лечили. И посмотрите, оказалось, что риск развития астмы был значительно ниже у пациентов, которые получили хотя бы один курс аллергеноспецифической иммунотерапии. И он, естественно, так сказать, этот риск уменьшался совершенно пропорционально тому, сколько курсов аллергеноспецифической иммунотерапии получили эти пациенты. То есть, значит, профилактический эффект аллергеноспецифической иммунотерапии работает не только у детей в отношении астмы и новой сенсибилизации, но и даже у взрослых пациентов. Ну и, наконец, вот этот большой, так сказать, опять же, мета-анализ, который был сделан и опубликован совсем недавно, опять же, в рамках подготовки гайдлайнса по аллергеноспецифической иммунотерапии в астме. И посмотрите, и подкожная иммунотерапия, и сублингвальная иммунотерапия с очень высокой уровнем доказательности однозначно влияет на профилактику развития бронхиальной астмы. Подкожная так, уровень 1В и сублингвальная 2В. То есть, действительно, доказательные влияния на профилактику и развитие астмы. Ну и ниже, вы видите, собственно говоря, и новой сенсибилизации. Хотя, конечно, в отношении новой сенсибилизации уровень доказательства был несколько ниже. Понимаете, вот очень интересно, а как мы можем вообще профилактировать развитие астмы? Вот это сейчас вопрос вопросов. Можем ли мы вообще, в принципе, изменить как-то развитие бронхиальной астмы? Да и вообще, на самом деле, сейчас задаются очень интересные вопросы. Мы можем вообще изменить, вот, у генетически предрасположенного пациента, изменить вообще развитие болезни аллергической, атопической астмы, аллергического ринита и в последующем астме? Вот это очень интересно. Давайте мы взглянем с вами. И вот эти данные, на самом деле, вот, можем мы, не можем, когда мы можем повлиять, в какой период, конечно, приходят к нам из вот этих, так называемых, когортных исследований. Когортные исследования очень интересны. Их всего несколько существует в больших мили. И это вот когортные исследования германская, когортные исследования МАС, когда детей, посмотрите, наблюдали от момента рождения до 20 лет. И их опрашивают, вначале родители, затем детей, проводили периодические функции внешнего десания, бронхопроконсекционный тест, и у них постоянно брали кровь, пробы крови. И вот этот банк проб, он очень значим, потому что, когда появилась компонентная диагностика, то мы увидели, я буду в следующем, показывать, очень интересны, как вообще происходит развитие сенсибилизации, и на какие этапы мы можем повлиять. Ну и что показало вот это когортное исследование? Оно показало очень интересные вещи, посмотрите. Оказалось, что в этом исследовании было показано, что воздействие ингаляционных аллергенов не является главной причиной, детерминантой астмы. То есть это не главный, определяющий детерминант развития бронхиадной астмы. Но чувствительность к ингаляционным аллергенам, сохранение этой сенсибилизации в детском возрасте все-таки влияет на развитие бронхообструктивного синдрома в школьном возрасте. Более того, в этом исследовании было показано, что те дети, которые развивают бронхообструктивный синдром в раннем детском возрасте, не имеют атопии, в последующем абсолютно имеют нормальную функцию. И они теряют эти свои симптомы бронхообструкции. И что еще интересно было исследованию в этом показано? Что самой главной детерминантой в отношении развития астмы является аллергический ренит. То есть вот те дети, которые развили аллергический ренит в дошкольном возрасте, являются самым... Развитие аллергического ренита в дошкольном возрасте является самым строгим предиктором, самым строгим предиктором развития бронхиадной астмы в школьном возрасте. И это очень важно, потому что, посмотрите, вот это, опять же, эти результаты, посмотрите, вот это аллергический линит, и это вероятность, возможность не иметь бронхообструкции. И вы посмотрите, те дети, которые сформировали аллергический линит, вот в год, два, три, ну, в два, три, четыре, пять, шесть, посмотрите, у них каков риск избежать развития бронхообструкции и астмы. В два года семьдесят четыре, в общем, еще достаточно высокий, в четыре года уже только сорок восемь процентов избегают развития бронхообструкции, в шесть лет тридцать три, и в восемь лет только тридцать один процент. То есть, с почти семидесяти процентной вероятностью эти дети разовьют в последующем бронхообструкцию и бронхиальную астму. То есть, развитие аллергического линита, это самый важный предиктор развития бронхиальной астмы. То есть, надо постараться предотвратить развитие аллергического линита, либо вовремя его лечить, чтобы не развилась, в том числе вместе с аллергеноспецифической коммунотерапией, чтобы не развилась бронхиальная астма. Ну и, конечно же, мы говорили вчера с вами об этом на симпозиуме по вирусиндуцированию бронхиальной астмы. Что, собственно говоря, зачастую является абсолютно критическим моментом в развитии астмы? Это совпадение. Это совпадение риновируса и сенсибилизации. То есть, риновирусная инфекция у пациента с ИГЕ-сенсибилизацией, особенно клещу, с персистирующей ИГЕ-сенсибилизацией, вы посмотрите, практически стопроцентная вероятность развития бронхообструкции. Вот это, когда совпадает риновирус и аллерген у пациента с атопией. Ну и еще интересная вещь. Посмотрите, благодаря появлению компонентной молекулярной диагностики, мы стали понимать, как вообще развивается вот этот марш, как развиваются вообще клинические симптомы. И все, оказывается, начинается достаточно скромно, потому что появляется вначале ИГЕ-антитела к какому-то одному компоненту аллергена. Потом, так сказать, это может быть олигосенсибилизация к двум-трем компонентам. Потом она становится множественной. И вот чем больше сенсибилизации, даже иногда в рамках одного аллергена, чем большим компонентом аллергена появляются ИГЕ, тем больше риск появления клинических проявлений. И с развитием полисенсибилизации, естественно, возникают клинические симптомы. То есть полисенсибилизация, полиморгидность. И это заболевание становится более тяжелым. Как мы можем, что мы можем воздействовать, на каких этапах и каким образом? Посмотрите. Вот, собственно говоря, сценарий, ну очень, конечно, просто сценарий развития бронхиальной астмы. Два момента. Первое. Это инфекции верхних дыхательных путей. Конечно, это вирусные инфекции, безусловно, и нижних дыхательных путей. Эти инфекции приводят к периодическому, такому эпизодическому воспалению в дыхательных путях. Иногда, так сказать, это воспаление и захватывает, в том числе, и действует на уровне костного мозга, активирует миелоидные клетки, включая, так сказать, вот это FC-эпсилон-Р1, связанное воспаление. Воспаление, связанное с высокофильными рецептами. Это одна часть. Но очень важна вторая часть. Вот это, круглогодичные аллергены, постоянная экспозиция. Они не приводят к выраженному воспалению, они приводят зачастую к очень умеренному воспалению, такому как бы суклиническому даже. Но это тоже повышает существенно риск астмы и тоже приводит к активации на уровне костного мозга. И вот в конце, когда это все совпадает, развивается бронхиальная астма. Давайте посмотрим, на какие моменты мы можем воздействовать профилактически. Смотрите, мы можем формировать устойчивость к инфекциям, мы можем влиять на локальное воспаление. Возможно, как-то мы можем влиять и на активность миелоидных клеток, на их активацию трафик. Ну, пока непонятно, но это тоже такая цель Т2 клетки памяти. И, конечно, мы можем влиять на атопическую сенсибилизацию. Возможно, даже еще до развития, и такие исследования ведутся, еще до развития симптомов. Просто, так сказать, есть сенсибилизация, есть или есть просто риск. Это пилотные исследования, это, конечно, пока не для клинической практики. Как мы можем повлиять? Посмотрите, ну, здесь, так сказать, конечно, антивирусные воссыны, хотя против риновируса невозможно, 120 типов риновируса. Это бактериальные экстракты и, возможно, бактериальные элизаты. Это, конечно, интерфероны. Здесь тоже бактериальные экстракты. Моноклональные антитела, возможно, то есть и крупные, и малые молекулы, которые влияют на основные цитокины Т2-профили, которые включают, собственно, этот ответ. Ил-4, Ил-13. Тимический стромальный лимфопоэтин сейчас вот это очень многообещающее направление. И, конечно, активаторы Т-регулиторных клеток. Здесь, возможно, это под вопросом, могут ли, так сказать, вот эти биологические препараты или малые молекулы влиять на уровень костного мозга и милоидных клеток. Здесь пока это только потенциальная цель. Ну и посмотрите, а где же аллергеноспецифическая иммунотерапия? А она, это пилот пока, то есть на уровне сенсибилизации. Но вот на уровне атопического марша мы с вами уже работаем. То есть когда появились первые симптомы, вот здесь-то как раз подкожная сублингвальная иммунотерапия. То есть на самом деле это абсолютно патогенетически обусловленный метод воздействия на профилактику бронхиальной астмы, на превенцию вот развития этого атопического марша на сегодняшний день. Я надеюсь, что я вас убедила. И отдаю с удовольствием дальше слово Оксане Михайловне, которое, я думаю, меня теперь должны поддержать. На самом деле, конечно, Наталья Михайловна была очень убедительна. Но опять же, речь шла о неких научных мыслях, о стратегиях, которые сформированы в голове исследователей, и подтверждении, соответственно, специально спланированных, качественно проведенных двойных слепых плацебо-контролируемых исследований. А у нас с вами не только рандомизированные исследования в нашей жизни есть. И я вам сейчас покажу, как комментировать эти исследования с другой стороны. Вы посмотрите, значит, по подхожной иммунотерапии, аллергенспецифической у нас с вами, из рандомизированных исследований, главное в предстании. Наталья Михайловна его, собственно, комментировала. Когда речь шла о том, что на фоне проведения аллергенспецифической иммунотерапии в 2,5 раза реже развивается бронхиальная астма у пациентов, исходно стартовавших с изолированного аллергического ринита. Это было открытое исследование. Там не было ослепления, как вы понимаете. Еще одно очень важное исследование, которое тоже было процитировано, и которое тоже утверждало, что сублингвальная иммунотерапия уже в данном случае может профилактировать, снизить риск развития астмы у детей, исходно стартовавших с аллергическим ринитом. С разницей почти в 4 раза, в 3,8 раза реже развивается астма после сублингвальной иммунотерапии. Но и это открытое исследование. И есть у нас с вами только одно двойное слепое контролируемое исследование ГЭП-СТАДИ, проведенное, кстати сказать, исключительно на пульцевых аллергенах к лугавым травмам, где в течение 3 лет лечили, и в течение 2 лет, и потом, после окончания этого лечения, наблюдали за пациентами, где тоже было, в принципе, подтверждено, что проведение аллергеноспецифической иммунотерапии снижает риск формирования астмы у пациентов, исходно стартовавших с изолированным аллергическим ринитом. Но давайте мы с вами будем по-прежнему реалистами. Рандомизированные клинические исследования – это специально созданные когорты однородных пациентов, которые в реальной жизни у нас с вами встречаются достаточно редко. Плюс я не знаю ни одного на сегодняшний день рандомизированного клинического исследования, которое продолжалось бы длиннее, чем 5 лет. При этом 3 года лечебных, 2 года наблюдения нет рандомизированных исследований со спланированным более длительным промежутком времени дальнейшего наблюдения после аркмены и аллергеноспецифической иммунотерапии. Поэтому опыт врачей по-прежнему остается актуальным. Предпочтения пациентов мы будем соблюдать. Ну и в конце концов нам, соответственно, Наталья Григорьевна в начале рассказала, что додозательная медицина всем хороша, кроме того, что не может ответить на все вопросы. Посмотрите, когда речь шла о том самом анализе из больших баз данных на когорте немецких пациентов, которые, собственно, информация о которых была получена из интернет-источников массовых, пациенты, которые включались в специфическую иммунотерапию, включались в очень однородном составе. И примерно четверть из них уже имела бронхиальную астму. Поэтому в реальной жизни мы с вами должны сделать вывод, что, на мой взгляд, очень практичный и очень важный. Мы поздно начинаем аллергеноспецифическую иммунотерапию, раз нам до такой степени доказали, что она может профилактировать развитие этой самой бронхиальной астмы. Мы уже на четверть опоздали, начав аллергеноспецифическую иммунотерапию в этой самой массовой когорте пациентов. Ну и, безусловно, вы понимаете, что вот эти данные реальной практики, которые были предложены в первый раз, по сути, в прошлом году на Европейском Конгрессе, они должны для всех практикующих врачей стать абсолютно очевидной истиной. На самом деле, действительно, существенно, практически на треть снижается, собственно, риск утяжеления, течения аллергического ринита и контроль аллергического ринита и начало бронхиальной астмы, которое в данном исследовании было определено по назначению первого противоастматического препарата. Это тоже очень достоверные данные. Если человек впервые начинает использовать ингалятор, может быть, ему еще одно астмы еще и не поставлено. Но это уже тот критерий, что он находится на пути туда. И аллергеноспецифическая иммунотерапия, вот этот самый факт назначения первого противоастматического средства снижает на 42%. Это очень активные и убедительные данные. Но подгрупповой анализ при этом показал, что это происходит при условии лечения стандартизованными высокодозными препаратами. В данном случае анализировались случаи применения сублингвальной иммунотерапии. И если в таблетированном препарате было представлено большее число действующих антигенов, 5 трав, пульсар, растений, этот эффект был существенно больше. Обратите внимание и на этот слайд еще раз, когда речь шла о том, когда назначались пациентам с аллергическим ринитом и отсутствием бронхиальной астмы исходно впервые ингаляционные кортикостероиды. Казалось бы, вот тут 95%, тут 100%. Эти обе кривые разошлись незначительно. Но посмотрите, на самом деле, когда речь идет о столь продолжительном, в наблюдении, как 6 лет, это очень существенная разница. И действительно, если пациенту не требуется это лечение, хотя бы несколько процентов этих пациентов мы спасли и профилактировали, это уже очень убедительно. И это тоже аргумент в пользу аллергенспецифической иммунотерапии. Поэтому, конечно, доказано уже, что таблетки имеют долгосрочные профилактические эффекты, прежде всего, в прогнозе развития бронхиальной астмы, что контроль аллергического ринита тоже повышается. А Наталья Михайловна очень убедительно показала, что сам по себе факт наличия проблемы в носу, не говоря уже о том, что если сочетается проблема, собственно, хроническая потолония носа и сенсибилизация, это факт развития астмы. Если контроль аллергического ринита повышается, риск возникновения астмы снижается, а контроль уже имеющейся бронхиальной астмы становится более легким и просто достижимым, это уже существенная эффективность, в том числе прогностическая эффективность аллергенспецифической иммунотерапии таблетированным препаратом. Таким образом, я думаю, что в нашей славной дискуссии мы с вами пришли к двум глобальным выводам в этой части, которые продемонстрировали и преимущество аллергенспецифической иммунотерапии в профилактике астмы, и, собственно говоря, в том числе показали необходимость дальнейших наблюдений и подтверждения проведения долгосрочных исследований в этом направлении. Поэтому исследования в нашей стране тоже остаются актуальными. Я очень надеюсь, что кто-нибудь в этом зале сможет взять эту тему и подтвердить на собственных когортах в длительном наблюдении, в катонистических исследованиях долгосрочной эффективности аллергенспецифической иммунотерапии. И я прошу следующую презентацию поставить, потому что мы с вами только первый акт этой драмы отработали. У нас с вами впереди следующий акт, который мы условно обозначили как детективный. И посвящен он, собственно, клещам домашней пыли. Актуальность вопросов сенсибилизации к домашней пыли, вы видите, стояла очень активно и в предыдущей презентации, потому что именно они первыми встречаются нашим детям, именно они проводят сенсибилизацию и облегчают сенсибилизацию к другим аллергенам, и именно сенсибилизацию к ним потенцируют риновирусы. Детектив – это тот жанр литературный, который изображает раскрытие запутанных преступлений и различных деяний. Вот и мы с вами поищем, где же истина в деле сенсибилизации к клещам домашней пыли, обсудив, какова же реальная значимость этих самых клещей домашней пыли для наших пациентов, страдающих респираторными аллергическими процессами, как мы относимся к эллиминационным мероприятиям по поводу клещей домашней пыли, почему все-таки аллергия к клещам домашней пыли – это такое особенное заболевание, ну и отдельным образом вернемся к бронхиальной астме, сенсибилизации к клещам домашней пыли и рассмотрим, чем в данной ситуации может помочь аллергенспецифическая иммунотерапия. Итак, вы помните, да, что я скептик? Роль у меня в этом нашем спектакле такова. Аллергии много. В России аллергии тоже много. Главный аллерген, с которыми встречаются наши пациенты, и который, несомненно, и очень четко, анонистически и клинически дает знаки о том, что у пациента есть истинное аллергическое заболевание – это аллерген пыльсибириоз. Клещи домашней пыли. В нашей стране не так давно, в принципе, стали рассматривать как существенный диагностический аллерген, и мы используем огромный спектр бытовых аллергенов, которые содержат миксы. У нас с вами в стране есть такие аллергены, которые вот здесь сфотографированы, которые называются аллерген из пера подушки. У нас есть аллерген из библиотечной пыли. У нас есть аллерген из домашней пыли. Да еще и нескольких серий. И пациенты почти всегда спрашивают, чем домашняя пыль номер 270 отличается от домашней пыли номер 316. Это интересует и каждого из врачей, которые занимаются диагностикой. Ну и, наконец, клещи домашней пыли, в отличие от пыльцы растений, никогда не дают столь активной сенсибилизации, которая будет оцениваться по 6-му классу чувствительности, 5-му классу чувствительности в кожных тестах во всю руку. А главное, клиническая симптоматика в ответ на клещи домашней пыли всегда будет стерта. Это тот аллерген, который присутствует всегда. Это тот аллерген, контакт с которым оценить более массивный, менее массивный вообще практически невозможно. Поэтому пациент приходит, жалуется на какие-то симптомы респираторные чаще всего, а мы с вами должны это запозрить. На самом деле, почти половина пациентов с аллергическим ренитом имеют сенсибилизацию к клещам домашней пыли. А если мы возьмем пациентов с атопической формой бронхиальной астмы, то там с аллергия к домашней пыли это и вовсе абсолютное большинство пациентов. С возрастом уровень сенсибилизации к клещам домашней пыли повышается. Если вы посмотрите на вот этот обзор, который оценивал сенсибилизацию к дерматофагоиду субтерианисинус и дерматофагоиду субфорида в различных возрастных группах как у пациентов с аллергическим ренитом, так и у пациентов с бронхиальной астмой, вы увидите, что с возраста сенсибилизация к клещам домашней пыли как дерматофагоиду субфорида как и дерматофагоиду субфорида нарастает. Клещи домашней пыли являются по сути в мире ведущей причиной респираторной аллергии просто не до конца найденные. В данной ситуации мы с вами должны понимать, что они оказывают то самое подспудное негативное влияние на здоровье человека, потому что присутствует круглый год, потому что условно мы считаем, что будет такой осенне-летний период, когда клещей домашней пыли станет больше, и мы сможем заподозрить на этом пиковом подъеме какую-то большую клиническую симптоматику у наших пациентов, но этого может и не произойти. А поскольку клещи повсюду и клещи всегда, наши пациенты и не помнят уже, когда у них нос дышал хорошо, и тем более они связывают это анонистически с клещами домашней пыли. Наличие сенсибилизации к различным аллергенам в кожном тестировании изучалось и опубликовано было более 10 лет назад в 15 странах на 15 с лишним тысяч пациентов в 35 центрах. И сложилась в общем ситуация такова, что как минимум сенсибилизацию к одному аллергену имели 35% этой популяции. И при этом клещи домашней пыли вышли на первое место. Повторяю, это мировое исследование. И здесь вы видите аллерген из пациента луговых трав занимает почетное второе место. А наша с вами береза, характерная для более северных стран в мире, не имеет тридирующей позиции. Спектр сенсибилизации взрослых больных с атопической бронхиальной астмой, если мы исключим вот этот самый комплексный аллерген домашней пыли, вы видите, имеет сенсибилизацию к клещам домашней пыли существенно. И это, собственно, Наталья Михайловна показала в своей докторской диссертации, за что и отдельное спасибо. У нас есть национальные данные по этому вопросу. А подвергая скептическому состоянию, я еще раз хочу вам напомнить, что домашняя пыль и клещ домашней пыли это не одно и то же. Домашняя пыль состоит из огромного количества различных компонентов, часть из которых могут быть нейтральными, но часть из которых могут быть потенциальными аллергенами. И на самом деле даже цветочная пыльца может встречаться в домашней пыли наших пациентов. В этом аспекте я хотела бы, закрыв свою скептическую роль, обратить внимание всех здесь присутствующих на то, что автоматически сенсибилизация к домашней пыли не означает возможность лечения аллергеном из клещей домашней пыли, если вы не хотите дискредитировать этот замечательный и эффективный метод лечения. Аллергия к домашней пыли может быть обусловлена эпидермальными аллергенами, примесями вплоть до пенсии растений, и вовсе эти пациенты могут не иметь сенсибилизацию к клещам домашней пыли. Поиск сенсибилизации к клещам домашней пыли это достаточно сложная задача. И в тех самых рандомизированных клинических исследованиях, где мы ищем сенсибилизацию к клещам домашней пыли выше второго класса чувствительности, это существенный, действительно, процент и существенная трудность. Но все скептически настроенные мои коллеги скажут вам, да квартиру чаще надо убирать, и кошку убрать из дома, и собак не заводить целое стадо для того, чтобы не было аллергии на домашнюю пыль, и избавить можно человека от этой сенсибилизации простым методом элиминации. И нам с вами предлагают колоссальное количество возможностей по борьбе с домашней пыли, в том числе с клещами. Даже в клинических рекомендациях по аллергеноспецифической иммунотерапии в показаниях к проведению СИД написано, что иллюминационные мероприятия нужно провести до того, как начинать аллергеноспецифическую иммунотерапию, особенно это касается бытовых круглогоречных аллергенов. У нас с вами в широком ассортименте и чехлы, и подушки, и воздухоочистители, и химические средства борьбы с клещами домашней пыли. А есть еще у нас с вами средства, которые наносятся на слизистую оболочку дыхательных путей, тем самым восстанавливая барьерную функцию слизистой оболочки, нарушенную у пациента, страдающего от опеи, и делающим неприступной собственно слизистую оболочку для проникновения любого аллергена, ну и в том числе домашней пыли. Так может быть нам с вами лучше провести эллюминационные мероприятия, напшикать в нос чем-нибудь совершенно нейтральным и барьерным, и у нас с вами не будет проблемы с респираторной аллергией к клещам домашней пыли. К сожалению, на этом мой скептицизм заканчивается, потому что лозунгом всех пациентов с круглогодичной аллергией, с цивилизацией к бытовым аллергенам, является то, что в борьбе с домашней пылью всегда побеждает домашняя пыль. И поэтому превратить жизнь наших пациентов в абсолютный кошмар по борьбе с домашней пылью, мы можем легкой своей рекомендацией по проведению эллюминационных мероприятий, но стоит задуматься о том, что же мы еще можем предложить пациенту, дабы помочь в этой ситуации. И вот тут я с удовольствием передаю слово опять Наталье Михайловне, которая доказательно вам объяснит возможности аллергенспецифические. Вам нравится. Спасибо, Наталья Михайловна. Ну и так, почему же аллергенные клещи, которые совершенно получаются с домашней пылью, да и с клещами, очень сложно бороться с помощью эллюминационных мероприятий. Почему же она является таким особенным заболеванием? И что же мы все же можем сделать? Давайте посмотрим. Ну вот, собственно, замечательный вот этот как раз клещ красавица, который абсолютно вездесущий. Нет его только либо в пустыне, либо, так сказать, в Альпах, либо где-то на Северном полюсе. А так он абсолютно вездесущий, и избавиться от него крайне сложно. Посмотрите, на самом деле клещ, собственно говоря, проблема аллергии клещу заключается в том, что он действительно повсеместий, и он присутствует всегда, а стало быть, вот эта персистенция воздействия аллергена приводит к персистенции, собственно, воспаления в респираторном тракте. И посмотрите, у детей, сенсибилизированных клещу домашней пыли, риск развития и аллергического ринита, и бронхиальной астмы существенно в 8 раз выше, чем по сравнению со всеми другими аллергенами. Опять же, в силу того, что этот аллерген всегда есть. И вот это, так сказать, воздействие небольших доз аллергена приводит к развитию сенсибилизации. Более того, аллергический ринит, мы говорим с вами, что именно персистирующий аллергический ринит повышает риск развития астмы. А персистирующий аллергический ринит прежде всего обусловлен клещом домашней пыли. И, конечно, так сказать, вот в этом исследовании показывано, что аллергический ринит, вызванный к аллергии к плечу домашней пыли и приводит, собственно, к родитию бронхиальной астмы. Ну и, наконец, я опять хочу вас вернуть к вот этому исследованию, это исследование, когортное исследование немецкое, которое опубликовано совсем недавно и которое показало очень интересные результаты. Посмотрите, оказывается, у детей, в общем, сенсибилизация появляется к очень разным компонентам аллергена клеща. И первые, собственно, специфические ГЕ, которые появляются, это специфические ГЕ к главным аллергенам ДРП-1, ДРП-2 и ДРП-23. Но если, так сказать, все происходит и дальше, то есть если есть контакт с аллергеном, то, посмотрите, появляются специфические ГЕ и к минорным аллергенам ДРП-5, ДРП-7, ДРП-4. И к еще одной группе, так называемой С, к ним тоже в последующем появляются специфические ГЕ. Исследователи обозвали эти группы как А, где главные аллергены, А, Б, это более часто встречающиеся минорные аллергены, и группа С. Чем важно это исследование? Оно показало, что если ребенок имеет вот эту полисенсибилизацию ко всем группам А, Б, С, то посмотрите, риск развития аллергического ринита достигает почти 70%. И он существенно выше, чем по сравнению с тем пациентом, который имеет какую-то олигосенсибилизацию к аллергенам. То же самое касается астмы. Риск развития астмы уже в 12-11 лет, и тем более в 20, составляет у этих детей с полисенсибилизацией ко всем мажорным и минорным аллергенам клеща домашней пыли, составляет практически 50%. Очень интересно было показано, что вот именно, собственно, можно даже какой-то прогноз строить, потому что появление специфических ИГЕ ДРП-1 и ДРП-23 в возрасте до 5 лет, и в 5 лет является прогнозом развития дальнейшей бронхиальной астмы. Какие важные выводы на основании этого исследования были сделаны? Посмотрите. Оказывается, конечно, генетическая наследственность, то есть, конечно, наличие полиноза у родителей, сена или податка родителей. Ранняя экспозиция с клещом. И оказывается, что, в общем, чем выше концентрация клеща домашней пыли, а там смотрели концентрацию клеща домашней пыли в домах пациентов, тем выше риск развития вот этой полисенсибилизации в рамках одного аллергена. Способствует полисенсибилизации к нескольким молекулам дерметофабоица, к тиранисинусу, что, в свою очередь, привело к развитию клинически значимых проявлений аллергии, линита и астмы. И, понимаете, вот эти результаты как раз наталкивают, когда же мы можем, какие стратегии надо разработать, чтобы вот эта сенсибилизация не реализовалась в клинические проявления. На каком? То есть, по-видимому, это должны быть очень ранние какие-то, ранние стратегии профилактики, буквально на первых годах жизни, когда еще есть сенсибилизация, но нет пока клинических проявлений. Безусловно, качество жизни у пациента, у детей, которые страдают аллергией к плещу домашней пыли, существенно нарушено. Эти дети, ну, учитывая, что они, как говорят наши специалисты, что они просто спят носом в аллерген, поэтому, естественно, они очень часто просыпаются от того, что у них не дышит нос, или возникают респираторные симптомы дыхательного дискомфорта. То есть, действительно, это, в общем, серьезно утяжеляет течение аллергического заболевания. Понимаете, есть очень много дискуссий по поводу того, а есть какой-то порог сенсибилизации или нет. Все же есть порог сенсибилизации, есть безопасный порог сенсибилизации для главного аллергена ДРП1 клеща домашней пыли. И вот ВОЗ рекомендует этот порог сенсибилизации меньше 2 микрограмм ДРП1 на грамм пыли. А вот чем выше этот уровень, чем выше эта концентрация, тем больше риск развития сенсибилизации, и самое главное, риск развития клинической значимой сенсибилизации. И клинический предел безопасности 10 микрограмм на грамм пыли. То есть, есть порог, и это тоже такая профилактическая мера, на которой мы можем как-то... Все-таки должны быть эллиминационные меры для того, чтобы как-то профилактировать развитие сенсибилизации. Если мы с вами посмотрим, насколько часто встречается аллергия именно к клещу домашней пыли у пациента с бронхиальной астмой, то в этой исследовании, европейской исследовании к изучению тяжелой астмы, но и не только средний, тяжелый, и в этом исследовании было показано, что большинство пациентов, страдающих астмой, имеют полисенсибилизацию, то есть они сенсибилизированы комбинацией аллергенов. Но тем не менее, клещ домашней пыли – это абсолютно главный и превалинирующий аллерген у пациентов с бронхиальной астмой. Ну и возникает вопрос, а насколько эффективна и вообще целесообразна аллергеноспецифическая иммунотерапия клещом домашней пыли. Посмотрите, вот наша знаменитая ступенчатая терапия джины. Где же, так сказать, с 17-го года, где же здесь аллергеноспецифическая иммунотерапия, где место аллергеноспецифической иммунотерапии? На самом деле, посмотрите, в общем, мы очень хорошо знаем, что следует рассмотреть аллергеноспецифическую иммунотерапию пациентам с аллергической, с атопической бронхиальной астмой. особенно с аллергическим ринитом, конечно, при условии, если бронхиальная астма контролируется. И мы выявили виновный аллерген, который клинически значим не только для ринита, но и для симптомов бронхиальной астмы. И это, конечно, преимущественно легкая астма, то есть это первая, вторая ступень, возможно, третья ступень, если, так сказать, достигли контроля. Но в жизни 2017 года появилось серьезное дополнение, и это дополнение основано на результатах исследований. Посмотрите, в жизни 2017 года к ступенчатой терапии добавлено, что необходимо рассмотреть возможность назначения, но только, коллеги, сублингуальной иммунотерапии и только клещом домашней пыли, то есть тех у пациентов, которые имеют клещевую сенсибилизацию и страдают не только астмой, но и аллергическим ринитом, и несмотря на фармакотерапию ингаляционными стероидами или комбинации ингаляционной стероидной длительно действующей бета-органисты не достигают контроля, развивают обострение. Но при условии, если их ОПВ-1, все же больше 70%. То есть дополнительно у нас появилась еще одна возможность, то есть мы можем рассмотреть сублингуальную иммунотерапию на ступени 3 и даже 4 у тех пациентов, которые имеют клещевую бронхиальную астму и не достигают контроля с помощью фармакотерапии. То есть вместо аллергеноспецифической иммунотерапии вот в этой ступенчатой терапии существенно расширилась. Оно не ограничивается только легкой бронхиальной астмой, оно экстраполируется и на среднюю, и даже, возможно, на тяжелую астму, если она удовлетворяет вот этим условиям. То есть аллергия клещу, ОПВ больше 70% и отсутствие контроля на фармакотерапии. Почему? Да потому что, посмотрите, многие пациенты, которые имеют клещевую сенсибилизацию, и пациенты с аллергическим ренитом, и пациенты с аллергической астмой не удовлетворены своей терапией. То есть им недостаточно фармакотерапии, им, в общем, во-первых, не хочется постоянно, они все задают вопрос, а что теперь ингаляционные глюкокортикостероиды мне на всю жизнь? То есть вот это и для них, конечно, есть возможность. И это возможность действительно на аллергеноспецифической иммунотерапии, потому что именно в результате аллергеноспецифической иммунотерапии, причем клещевым, была показана возможность уменьшить, снизить или даже отменить ингаляционные глюкокортикостероиды. Посмотрите, каковы особенности аллергеноспецифической иммунотерапии клещом в метаанализах. В общем, несколько метаанализов было сделано по эффективности аллергеноспецифической иммунотерапии и подкожной, и сублингвальной, именно клещом домашней пыли и у взрослых, и у детей. И абсолютное большинство метаанализов показали, что аллергеноспецифическая иммунотерапия уменьшает и выраженность симптомов, и снижает потребность симптоматических препаратов, и улучшает качество жизни пациентов. И доказательством этого является вот это исследование, которое, такое очень большое исследование, которое было проведено в Китае, включило около 500 пациентов, это были взрослые пациенты, которые страдали клещевой бронхиальной астмой. В это исследование вошли пациенты и с легкой, и со средне-тяжелой астмой. Большая часть из них получала ингаляционные глюкокортикостероиды. И они получали сублингвальную иммунотерапию, и было назначено на год лечение аллергеном клеща, столораль-клещ, причем это было высокодозовое лечение, вы видите, они получали 300 ир, 10 нажатий на протяжении 12 месяцев. То есть, и обратите внимание на очень важный момент, критерии эффективности. Не просто уменьшение симптомов, не просто уменьшение потребностей в препаратах, а посмотрите, достижение контроля. Вот эти критерии эффективности мы обычно видим в исследованиях по фармакотерапии. А вот здесь была такая амбициозная цель поставлена, а может ли аллергеноспецифическая иммунотерапия способствовать контролю бронхиальной астмы и даже полному, так называемому, тотал-контролю, то есть отсутствию всяких симптомов. Ну и параллельно, конечно, смотрели и на функцию, и на симптомы, и самое главное, на дозу ингаляционного глюкокортикостероида. Вот, собственно, эффект дизайна этого исследования. Вы видите, что группа получала плацебо, естественно, это было двойное слепое плацебо, контролируемое исследование, длительное, годичное, и активная группа получала столорай 10 нажатий на протяжении 12 месяцев. Обратите внимание, что врачи, исследователи, титровали, как пациент достигал, то есть вели, как обычно, если достигал контроля, делали степ-даун, уменьшали дозу будозонита, пациенты получали и были переведены на ингаляционный будозонит в момент скринингового периода. Итак, посмотрите, что же произошло. Оказалось, что, в общем, наибольшая эффективность проявилась именно у пациентов со средне-тяжелой бронхиальной астмой. Вы видите, что у пациентов с легкой астмой, в общем, значимого эффекта в отношении достижения контроля не было получено. Почему? Когда, так сказать, стали анализировать причины, поняли, потому что эти пациенты изначально имели это легкая астма и изначально имели высокий уровень контроля. То есть у них произошел, так называемый, эффект потолка, им некуда было двигаться. То есть они сохранили просто этот контроль. А вот пациенты со средне-тяжелой астмой, естественно, имели худший контроль. И вы видите, что вот, так сказать, и хорошо контролируемая астма по критериям джинн, и полностью контролируемая астма, то есть тотал контроль, абсолютное отсутствие симптомов и потребностей в короткодействующих бета-агонитах была существенно, более часто встречалась у пациентов, которые получали лечение с толаралем клещ, то есть получали сублингвальную иммунотерапию. И обратите внимание, что доза ингаляционного глюкокортикостероида опять же была достоверно больше снижена у пациентов со средне-тяжелой бронхиальной астмой по той же причине, потому что пациенты с легкой астмой либо не получали вообще ингаляционные астероиды, либо получали очень небольшую дозу. У них некуда было ее как бы снижать, а пациенты со средне-тяжелой астмой действительно сумели снизить дозу ингаляционного астероида без потери контроля. То есть это исследование абсолютно убедительно показывает, что сублингвальная иммунотерапия, клещом домашней пыли действительно способствует не просто улучшению симптомов, не просто уменьшению потребностей в короткодействующих бета-агонитах, а способствует достижению более качественного, более полного контроля бронхиальной астмы. Таким образом, я думаю, что мы можем заключить, что клещи домашней пыли являются, конечно, ведущей причиной респираторной аллергии во всем мире. Это блестяще показала Оксана Михайловна. И ингаляционные мероприятия, конечно, надо все равно говорить и надо стараться проводить, но провести их на 100%. По крайней мере, понимаете, интересная вещь, что не работает одно ингаляционное мероприятие. Но если, так сказать, проводить комплекс, то это действительно работает. Но другое дело, что тогда мы, конечно, обрекаем пациента на дорогостоящие ингаляционные мероприятия, потому что это, в общем, уже становится дорого. И, конечно же, выходом вот из этой ситуации, из этой сложной проблемы аллергии к клещу домашней пыли на сегодняшний день является аллергенспецифическая иммунотерапия, которая продемонстрировала очень высокую эффективность не только при аллергическом рините, но и при таком сложном заболевании, как бронхиальная астма. Я очень верю, что мы убедили вас в этом. Я прошу следующую презентацию. И вот сейчас мы немножко поменялись. Роли поменялись. И начну я. Будьте, добры, поставьте, пожалуйста, следующую презентацию. Итак, последний третий акт. Драматический. И мы будем говорить об очень актуальной проблеме. На самом деле это действительно драматический акт, потому что это полисенсибилизированные пациенты. Мы с вами знаем, что их абсолютное большинство. Что с ними делать? Лечить или не лечить? То есть прямо как быть-нибудь. Итак, давайте посмотрим. Драма, ну, это действительно род очень такой, литературных произведений, очень серьезных, и наполненных многими такими сложными сюжетами, но, как правило, все-таки большей частью, которые разрешаются с хэппи-эндом. Я надеюсь, что мы, так сказать, тоже сможем постараться, чтобы наша драма тоже закончилась счастлива. Итак, каковы вопросы для обсуждения, которые мы планируем здесь обсудить? Что такое полисенсибилизация и равна ли она полиаллергии? Существует ли доказательная база использования аллергеноспецифической иммунотерапии у пациентов именно с полиаллергии, не полисенсибилизированных, а с полиаллергии? Действительно ли, когда мы лечим многими аллергенами, мы увеличиваем риск развития нежелательных побочных эффектов и алгоритм назначения пациентов с полисенсибилизацией и с полиаллергии? Ну и так, давайте начнем. Что же такое полисенсибилизация и полиаллергия? Мы с вами очень хорошо знаем, что, в общем, абсолютное большинство, до 80% пациентов, которые страдают аллергическими заболеваниями, проживают в Европе, являются полисенсибилизированными. И действительно, полисенсибилизация, вы видели это вот на когортном исследовании, полисенсибилизация даже в рамках одного аллергена увеличивается с возрастом. Естественно, полисенсибилизация к разным аллергенам тоже увеличивается. Вы видите, сколько полисенсибилизированных детей, подростков и взрослых. То есть полисенсибилизация растет с течением возраста человека. И, конечно, большая часть пациентов наших, которые мы видим на приеме, они являются полисенсибилизированными. Но полисенсибилизация абсолютно не значит знак равенства полиаллергии, потому что пациент может иметь специфические ИГЕ к очень многим аллергенам. Но это не значит, что все эти специфические ИГЕ дадут клинические какие-то значимые симптомы. Вот это очень важно оценить. И как можно выявить этот пациент? Полисенсибилизированный, просто полисенсибилизированный, или этот пациент имеет полиаллергию? Итак, если у нас есть пациент с симптомами ринита, конемоксивита и бронхиальной астмы, приходят и жалуются, что мы делаем дальше? Мы выявляем статус сенсибилизации. И мы проводим, естественно, кожные пробы, возможно, специфические ИГЕ определяем, возможно, даже проводим компонентную диагностику, молекулярную. Мы, конечно, обязательно собираем анамнез. Это, наверное, надо было поставить на первое место. Опрашиваем пациента и, естественно, осмотр. Что решаем, что мы получаем на основании этих результатов? Мы видим, что пациент имеет сенсибилизацию к одному аллергену или группе аллергенов, или к нескольким аллергенам. То есть он может быть моносенсибилизированным, а может быть полисенсибилизированным. Если моносенсибилизированным, все понятно, если эта моносенсибилизация клинически значима, то мы можем рассматривать аллергеноспецифическую иммунотерапию одним аллергеном. А вот что делать, если это полисенсибилизация? Посмотрите, мы тогда идем дальше и мы решаем, какие аллергены имеют клиническое значение. Мы смотрим корреляцию результатов обследования, симптомов обязательно и данных, полученных в результате аллергологического обследования. И это самое главное на самом деле. И вот на основании этого, вот собственно говоря, искусство аллерголога в этом и заключается, мы решаем, один аллерген или два аллергена имеют клиническое значение для данного пациента, два и более. То есть пациент имеет моноаллергию или пациент имеет полиаллергию. Ну, на самом деле очень простой алгоритм, мы каждый день многократно на нашем приеме или в стационаре этим занимаемся, выявляя это. Естественно, возникает вопрос, а что делать с этими пациентами? Вообще, вот если пациент имеет полиаллергию, существует ли какая-то доказательная база лечения аллергенами у этих пациенток? На самом деле она существует и огромная. Я начинала достаточно давно, когда мы лечили множеством аллергенов, даже не двумя. И, надо сказать, получали очень даже неплохой эффект. Посмотрите, но существует огромная доказательная база. Посмотрите, использование аллергеноспецифическим иммунотерапией несколькими аллергенами. И если вы посмотрите, то здесь и смеси. Иногда они, так сказать, сравниваются с отдельными аллергенами или с плацебо. Для того, чтобы облегчить ваша большая таблица, самодочитаемая. Вот в этих исследованиях, вот, собственно говоря, в шести исследованиях, было показано, что да, смеси аллергенов работают так же эффективно, как и моноаллерген. То есть абсолютно они, в общем, так сказать, не уступают этому. И только два исследования, как бы, так сказать, не дали вот таких результатов. То есть, в общем, работает у пациентов с полиаллергией, вполне работают смеси аллергенов. Более того, есть исследования, в которых, посмотрите, посмотрели, можно ли проводить одновременно подкожную иммунотерапию и сублингвальную иммунотерапию, соответственно, разными аллергенами. Посмотрите, оказалось, что, в общем, да, и сочетание подкожной и сублингвальной иммунотерапии, и это мы с вами, кстати, делаем, в общем, совершенно успешно работает и приводит к достаточно высокому клиническому эффекту. Сублингвальная иммунотерапия тоже в смеси или, так сказать, отдельно. Посмотрите, по крайней мере, два исследования показали, что да, так сказать, это работает, это, в общем, так сказать, есть эффект определенный. Действительно, так сказать, посмотрите, ну, и если мы берем просто полисенсибилизированных пациентов и проводим лечение каким-то одним аллергеном, в данном случае это оролейр. Для оролейра был сделан вот этот очень тщательный анализ, который показал, что эффективность оролейра у моносенсибилизированных и полисенсибилизированных абсолютно не отличается. То есть полисенсибилизированные пациенты, которые, может быть, имели какую-то значимую полиаллергию, правда, в данном исследовании это были просто полисенсибилизированные пациенты, имеют такой же эффект, как и пациенты с моносенсибилизацией к аллергии к лецезлаковых травм. Что же говорят нам научные сообщества? На самом деле, какого-то единства на сегодняшний день, как лечить этих пациентов, делая раз, делая два, делая три, в общем не существует, хотя я бы хотела сказать, что складывается определенный тренд. Если мы с вами посмотрим европейские сообщества, европейская ГАТУЛИ, европейская академия аллергологии и клинической иммунологии и АЕ, то посмотрите, в общем-то, подход к терапии, кстати, равно как вот эта американская Академия аллергологии и астмы и иммунологии, то он един у всех. Все-таки абсолютно все сообщества говорят, что у полисентабилизированного пациента и даже у пациента с полисентабилизацией полиаллергии мы должны выявить наиболее клинически значимый аллерген. А вот дальше несколько все-таки расходятся. Американцы традиционно все смешивали всегда, вот 5, 10, 15, 20 даже аллергенов. Все-таки европейские руководства, посмотрите, рекомендуют на сегодняшний день не смешивать, все-таки стараться проводить лечение отдельными аллергенами. Это может быть параллельная аллергеноспецифическая иммунотерапия, двумя отдельными аллергенами, если пациент с полиаллергией, или последовательная, но все-таки лучше не смеси, предпочитать не смеси, а отдельные аллергены. И видите, собственно, европейские сообщества рекомендуют не смешивать, тогда как американская академия говорит, что да, надо учитывать все-таки перекрестную реактивность, потому что это может быть, и тогда, собственно, аллергены друг друга нейтрализуют, или и протеолитическую активность, которая тоже приведет к тому, что эта смесь, в общем, не будет работать. И что касается же числа аллергенов, то они говорят, что нет никаких ограничений. Что важно? Важно учитывать на самом деле, что мы можем смешать, что мы можем рассмотреть в смеси. Гомологичные аллергены. И вот знание вот этих гомологичных групп очень важно. Гомологичные группы основываются на чем? Конечно, основываются на единственных, на сопоставимых физико-химических характеристиках, и, по сути дела, одном источнике. То есть это одно обычное семейство, да? Это перекрестная реактивность и очень высокая структурная гомология аллергенов. Это тоже очень важно. Это при, если мы говорим о, так сказать, приготовлении уже, собственно, о лечебном аллергене, то это, конечно, эдетичное оформление готовой продукции и стандартизация, стандартизированный процесс производства аллергенов. Вот это очень важно. Собственно, Европейским медицинским агентством выделяется несколько гомологичных групп аллергенов, и вы видите, что это аллерген, если брать пыльцевые, то это аллерген березы, оливы, абсолютно другая группа, кипариса, злаковых трав и сорных трав. Еще гомологичной группой является клещ, то есть это уже отдельные группы, клещ домашней пыли, причем если это клещ из отдельных источников, то лучше проводить аллергенспецифическую монотерапию разными аллергенами, клещ домашней пыли и амбарный клещ. Ядрожалищик всегда разный аллерген, тоже касается эпидермальных и плесни. Посмотрите, то есть по сути дела, если мы имеем пыльцевые аллергены, которые принадлежат к разным гомологичным группам, лучше все-таки лечение проводить двумя аллергенами. Но в некоторых случаях мы все же, видите, позволительно сделать смесь. Но это касается только пыльцевых аллергенов. Но все же предпочтительно два отдельных аллергена. Если же речь идет не о пыльцевых аллергенах, то посмотрите, всегда два аллергена. Почему два аллергена, это тоже очень важно, если пациент будет чуть ниже говорить об этом Оксана Михайловна, почему не три, не четыре и не больше. То есть вот такой подход на сегодняшний день. Ну и наконец, посмотрите, вот это исследование совершенно замечательное, как мы с вами лечим. Вот это исследование, которое было сделано с участием врачей из России, это огромное исследование, которое называется Айвермикс, и которое, это по сути дела, такой опрос врачей, которые проводят аллергеноспецифическую иммунотерапию. И это исследование включило тысячи с лишним врачей со всего мира, в основном, правда, конечно, Европа. И посмотрите, эти врачи наблюдали 260 тысяч пациентов с респираторной аллергией, 100 тысяч из этих пациентов получали аллергеноспецифическую иммунотерапию. Ну и посмотрите, собственно, зачем это исследование было сделано. Чтобы оценить, а как мы с вами лечим, какими аллергенами, с каких пациентов, с какой аллергией мы наблюдаем, какими аллергенами мы проводим аллергеноспецифическую иммунотерапию, что мы предпочитаем, какой формат аллергеноспецифической иммунотерапии мы выбираем чаще всего. И как мы проводим лечение пациентов с полиаллергией. Ну и посмотрите, вот страна участники, И посмотрите, из России 121 врач участвовал, все они были аллергологами. И, собственно говоря, из других стран, вы видите, 44% превалирования аллергологов, но и отоларингологи, дерматологи, джиписты, просто интернисты, педиатры и пульмонологи. То есть, в общем, в разных странах аллергеноспецифическую иммунотерапию и наблюдение пациентов с респираторной аллергией проводят самые разные врачи. Врачи просто попросили заполнить онлайн-вопросник, который продолжит пульс в 25 минут. И посмотрите, что, собственно говоря, спрашивали у врачей. Чаще всего диагностированы и лечены аллергии среди ваших пациентов. Осведомленность и соблюдение рекомендаций по аллергеноспецифической иммунотерапии. Форматы, оси, которые мы выбираем. И лечение, как лечат врачи пациентов с полиаллергии. Ну и посмотрите, на самом деле, вот какие виды аллергеноспецифической иммунотерапии сейчас, в настоящее время, это статья 2017 года, выбирают врачи. Посмотрите, где-то, получается, 56% отдают предпочтение подкожной иммунотерапии. Причем 30% это аллергоиды и 26% просто обычные аллергены. Ну и посмотрите, 44% выбирают сублингвальную иммунотерапию, 25 капли, 16 таблетки и 3% аллергоидами. То есть приблизительно в равной степени. Чуть больше подкожной иммунотерапии, чуть меньше сублингвальной иммунотерапии. Посмотрите, какие аллергены, сенсибилизация к каким аллергенам. Вот, пожалуйста, вам клещ. Клещ домашней пыли абсолютно на первом месте. Среди спектра сенсибилизации тех пациентов, которые наблюдали эти врачи. На втором месте злаки, на третьем береза, кошка, альтернария, полынь, олива и так далее. Посмотрите, какими аллергенами проводят лечение врачи. Опять же, на первом месте клещ, злаки, береза. Ну, что-то здесь есть еще олива в Европе, конечно, тополь, свинорой, орешник и так далее. То есть все-таки вот основные клещ домашней пыли, береза и злаки, три наиболее часто назначаемых совместно для аллергеноспецифической монотерапии аллергенов. Как же мы с вами действуем в отношении полиаллергии? Посмотрите. Итак, в общем, да, кстати, надо сказать, что все-таки большая часть, я сейчас не помню точно цифру, но, по-моему, где-то 40% больных все-таки врачей предпочитали назначать осид у пациентов с моноаллергией. И 32, ну, то есть вот какая-то такая разница у пациентов с полиаллергией. Но все же третьих пациентов с полиаллергией назначалась аллергеноспецифическая монотерапия. Здесь они взяты за 100%. Посмотрите, 58% врачей выбирают осид одним аллергеном. И самое интересное, что, собственно, большая половина из них, врачи 30%, и лечат только одним наиболее клинически значимым аллергеном. Еще 28% проводят две последовательные осиды. То есть сначала одним аллергеном, затем вторым аллергеном. 42% назначают множественную, да, так сказать, двумя и более аллергенами. 24% назначают смесями, и 18% проводят, опять же, параллельную аллергеноспецифическую монотерапию аллергенами. Ну и в смеси, вы видите, два аллергена, три, и очень редко больше трех. То есть все-таки есть тенденция, как можно меньше, если уж и пользоваться смесями, то как можно меньше смешивать аллергены. И, в общем, предпочитают все-таки в равных пропорциях. То есть так, как положено, на самом деле. То есть вот как мы, собственно говоря, с вами лечим. Мы точно так же с вами лечим, как, в общем, во всем мире. Ну и критерии. Вот на самом деле критерии, на основании чего врачи главные критерии для выбора аллергеноспецифической монотерапии. Посмотрите, доказанная безопасность, доказанная эффективность, стандартизация и включение в рекомендации сообществ. Ну и стандарт, конечно, образец качества для аллергена очень важный. Я думаю, что мы с вами точно так же выбираем. То есть доказанная безопасность, эффективность и качество препарата. Ну и я с удовольствием передаю слово Оксане Михайловне. Она нам рассказывает, а если мы лечим многими аллергенами, что это что? Это больше риск побочных реакций? Спасибо большое. На самом деле, отвечая на вопрос, ограничиваться ли назначением аллергеноспецифической монотерапии только тем кругом пациентов, которые имеют аллергию к одной группе аллергенов, однозначно, конечно, ответ нет. Таких искусственных ограничений мы создавать не должны. Действительно, у нас большинство пациентов имеет полисенсибилизацию. И, соответственно, те исследования, что цитировала Наталья Михайловна, очередно продемонстрировали сопоставимую эффективность аллергеноспецифической монотерапии как при наличии сопутствующей сенсибилизации, так и при отсутствии сопутствующей сенсибилизации. Но лечение больных, страдающих поливалентной аллергией, полиаллергии, как говорила Наталья Михайловна, это вопрос очень сложный с точки зрения правильного выбора того аллергена, который мы будем использовать. И поэтому нам все время предлагаются различные критерии. На сегодняшний день мы должны признать, что в основном это клинические критерии. Мы должны беседовать с пациентами, определяя клиническую значимость в каждом индивидуальном случае. Да, нам говорят, что наибольшая продолжительность симптомов в году – это значимая аллергия. Да, если самые тяжелые симптомы вызывает данная сенсибилизация, это тоже повод в пользу лечения именно этим аллергеном. Если именно эта аллергия существенно влияет на жизнь человека и ограничивает его в чем-то, это тоже плюс в сторону проведения аллергеноспецифического лечения данной аллергии. Ну и, наконец, совершенно облигатный и объективный, конечно, принцип – это невозможность избежать контакта с аллергеном. Действительно, хотим мы этого или наши пациенты, или не хотим, цветение растений наступит. Наступит всегда, в каждом регионе, в свой срок. Мы можем, конечно, опять же, больше лирически, основываясь на эмоциях, порекомендовать убрать из дома домашних животных, но сами четко должны понимать, что, а, большая часть наших пациентов эту рекомендацию не выполнят, а, б, даже после того, как удалят животное из квартиры, там останутся следы этих аллергенов, и стопроцентной лиминации все равно достичь не удастся. Поэтому и этими аллергенами нам тоже предстоит делать выбор, в пользу лечить или не лечить. А совершенно однозначно нельзя выбирать аллерген по степени кожной реакции в тестах. То есть, даже если при не очень высокой, средне-высокой, скажем, сенсибилизации к домашней пыли и к плечам домашней пыли, о которых мы сегодня говорим, это самое главное с точки зрения клинической картины сенсибилизации, мы будем лечить ею, в отличие, допустим, от пыльцы полыни, которая дает кожный тест во всю руку, но при этом этот пациент ни разу не чихает и сезонности своей не отмечает. Размер кожного теста в данном случае не является определяющим критерием для выбора аллергена при поле сенсибилизации, равно как и степень чувствительности, выявленная по уровню специфических ИГЕ антител. Исследование «Оптималь», которое тоже относится к клиническим исследованиям, проведенных в реальной жизни, оценивало эффективность влияния оролера на тяжесть симптомов, потребность в симптоматических препаратах, а также переносимость этой самой аллергеноспецифической иммунотерапии в течение двух лет в реальной практике. И если исходная эта популяция была 1400 человек, то примерно в отношении 2 к 1 эти пациенты разделились на моно- и полисенсибилизированных, то есть 2 трети имели какую-то дополнительную сенсибилизацию, кроме сенсибилизации к пенсии луговых трав, иначе оролейр не назначается. И частично полисенсибилизированным пациентам проводили лечение двумя видами аллергенов, то есть оролейром и еще тем аллергеном, который давал сопутствующую сенсибилизацию. А частично оставили аллергеноспецифическую иммунотерапию только оролейром, и аллергеноспецифическую иммунотерапию по поводу сопутствующей сенсибилизации не назначали. В дальнейшем оценили, собственно говоря, эффект, и получилось так, что с сопутствующей подкожной иммунотерапией лечились 113 пациентов, повторяю еще раз, все они получали оролы. С сопутствующей сублегальной иммунотерапией лечились 87 пациентов, 14 выпали из поля зрения, ну и, наконец, 275 пациентов, которые не получали сопутствующую силу, получали какие-то медикаментозные средства фармакологические для контроля своих симптомов, ну и, наконец, 200 человек было, не получавших даже какое бы то ни было фармакологическое лечение. И оказалось, что в этом исследовании как полисенсибилизированные пациенты, так и моносенсибилизированные пациенты, как до терапии, так и в первый и во второй год сезона, будем говорить, лечения терапии, по проценту пациентов, которые нуждались в дополнительной фармакологической поддержке, были абсолютно сопоставимы. Из чего реально следует вывод о том, что проведение сублингвальной иммунотерапии двумя видами аллергенов, как двумя сублингвальными, так и одним сублингвальным, другим подкожным, возможно и не приводит к дополнительной потребности в средствах фармакологического лечения для купирования каких бы то ни было осложнений. По безопасности и по придерженности к этому лечению, также пациенты с моно- и полисенсибилизацией были очень сопоставимы. И вы видите, что безопасность как очень высокая и просто высокая, оценивалась у абсолютного большинства пациентов, которые были с моносенсибилизацией, и абсолютно сопоставимые цифры по, собственно говоря, безопасности показали пациенты с полисенсибилизацией. Но надо сказать, что и приверженность к лечению показали сопоставимые у пациента, которые имели как один вид сенсибилизации, так и несколько видов сенсибилизации. Таким образом, был сделан вывод, что независимо от профиля аллергии и сопутствующей терапии, и безопасность аллергеноспецифической иммунотерапии существует на определенном уровне и не корректируется наличием дополнительной сенсибилизации. Ну и остается нам с вами, собственно, решить, если мы все-таки будем проводить лечение двумя аллергенами, как мы это будем назначать. Алгоритм нам предложили на основе своей клинической практики, опять же, врачи из Европы, наш алгоритм, на самом деле, которому меня, по крайней мере, учили 30 лет назад, очень сходим с этим алгоритмом, который я сейчас буду цитировать. Итак, если вы проводите сублингвальную иммунотерапию двумя видами аллергенов, что можно проводить? Вы можете выбрать как режим приема с интервалом в полчаса сначала один аллерген, через полчаса другой аллерген, так и один аллерген утром, другой аллерген вечером. Если вы проводите подкожный аллерген специфической иммунотерапии, опытные врачи всегда практикуют одновременные инъекции в разные руки, в разные плечи пациента. Если вы прочитаете европейские рекомендации, там тоже рекомендуют делать полчаса перерыв между одной и другой инъекцией, дабы отличить в дальнейшем, на что возникла реакция, если она возникла. Если вы решаете провести аллерген-специфическую иммунотерапию последовательно, то есть, понимая, что потребуется курс лечения двумя разными видами аллергенов, в первый год вы выбираете клинически наиболее значимый аллерген. Во второй год, продолжая то, что начато в прошлом году, присоединяете второй, также клинически значимый для нашего пациента аллерген. Только помните, что длительность терапии таким образом вы пролонгируете как минимум на один год, и, соответственно, в приверженности пациента вы тоже можете пострадать. Что делать, если необходимо, с точки зрения клинициста, аллерген-специфическая иммунотерапия тремя аллергенами? Всеми международными руководствами и нашими согласительными документами по-прежнему рекомендовано ограничиться двумя видами аллергенов, потому что назначение СИД тремя видами аллергенов, потребность в этом существует достаточно редко, а, соответственно, все эти виды сенсибилизации не могут вызывать крайне тяжелые клинически значимые проявления. Отделить это невозможно, поэтому тремя видами аллергенов СИД не проводится одновременно. Ну и, в конце концов, у нас с вами есть молекулярная аллергодиагностика, про которую тоже на этой конференции очень много говорят, и которая в этой ситуации нам с вами поможет выбрать все-таки тот главный аллерген, на котором мы должны сосредоточиться в первый же сезон лечения пациента. Врач рассматривает вопрос о последовательном назначении и выбирает главный аллерген, можно сочетать который, как вы видите, с симптоматической терапией, и таким образом добиться полного контроля симптомов у человека. Ну и, наконец, собственно, тот самый алгоритм, если у человека есть сенсибилизация к нескольким аллергенам. Выбираем один из самых главных аллергенов, если он есть, то, соответственно, проводим СИД этим аллергеном. Если мы не можем ответить на вопрос, какой их наиболее значимый аллерген, мы рассматриваем возможности смеси этих аллергенов, либо возможности последовательного проведения аллергеноспецифической иммунотерапии. Безусловно, смесь аллергенов составляется с учетом гомологии. И если мы видим, что у нас гомологичная группа аллергенов, мы можем рассмотреть два варианта, либо лечение двумя аллергенами одновременно, либо смесь этих аллергенов, и тогда это будет один курс аллергеноспецифической иммунотерапии. Наталья Михайловна показывала, что это в основном для пыльцевых аллергенов. Ну и, наконец, два аллергена во всех остальных случаях проводятся, если речь идет о смеси негомологичных аллергенов. Таким образом, я надеюсь, что по результатам нашей третьей части этой драмы вы поняли, что полисенсибилизированные пациенты бывают. Не вся сенсибилизация у полисенсибилизированных пациентов клинически значима. Аллергеноспецифическую иммунотерапию мы и в этой ситуации провести можем, и, в общем-то, даже большинству пациентов. Но самое главное – это, собственно, правильный выбор, как для сублинговальной, так и для подкожной терапии. И если вы не можете выделить главный аллерген, если клиническая картина стерта, а лабораторные данные не дают вам ответа на этот вопрос, то, соответственно, данному пациенту аллергеноспецифическую иммунотерапию не рассматривают как основной метод лечения. Спасибо вам большое. Спасибо. Уважаемые коллеги, я считаю, что мы сегодня просто замечательный симпозиум, настолько логичные, настолько прекрасные докладчики. И я даже не знаю, может, более высокий уровень, чем на Европейских конгрессах. Буквально два слова в заключении мне хотелось бы сказать. Вы видите, как много сейчас уделяется исследованием реальной клинической практики. Не только в области аллергеноспецифической иммунотерапии, но и целый ряд других нозологических пор. Вот это замечательное исследование, о котором говорила Наталья Григорьевна, и докладывала, таких исследований инициировано сейчас пять исследований. Три из них в основном закончены. И закончены то исследование злаковые травы, о которых говорили, и домашний пыль. Еще одно исследование, которое в большей степени, наверное, нас интересует, это белеза. Это сейчас пока интрига. Докладываться впервые эти материалы будут в Мюнхене в этом году на Европейской академии. И поэтому, конечно, безусловно, нам очень интересны эти результаты. И я думаю, следующая наша конференция, которую мы будем проводить, уже эти результаты будут достаточно информативны и для нашей аудитории. И мы сможем их обсудить и доложить. Для нас это очень важно. Ну, я не хочу повторяться уже, что совершенно понятно, что вот эти все исследования, которые провалились в Европе, использовались не только аллергенами производства, стали аллергенами и других производителей. То есть это такая комплексная оценка метода различными аллергенами, которая показала, в общем, удивительно, замечательные результаты. И, конечно, безусловно, результаты вот этих исследований в условиях реальной практики будут, безусловно, внесены в клинические рекомендации. И европейские, и отечественные, потому что они более чем убедительны. Огромные комборты, объективные данные, хотя понятно, что, наверное, в нашей стране, да не наверное, а точно, это очень сложно провести такое исследование. Нет возможности учета данной обязательного медицинского страхования. Это не то страхование, о котором говорила Наталья Григорьевна, в Германии. Это совсем другая система. И поэтому, если даже инициировать в каком-то регионе такие исследования, это будет тяжелейший труд. Это должны быть не только очень педантичные, упорные и упертые исследователи, но и очень комплиентные пациенты, которые будут давать объективную информацию. Я поздравляю вас с прекрасным симпозиумом. Я считаю, мы получили истинное удовольствие и очень современные, и очень объективные данные. Вот эта форма дискуссии двух таких оппинг-лигеров в нашей стране по аллергеноспецифической иммунотерапии, они дают возможность осмыслить очень многие и свой личный опыт. Спасибо большое. Продолжаем работу.